Рабочая программа Основного общего образования И на сегодняшний день в части разработки рабочих программ возникают те или иные вопросы И сегодня мы постараемся их разобрать Итак, при разработке рабочей программы необходимо пройти ряд шагов Одним из этих шагов является первый шаг, который будет изучить нормативную базу Данный шаг необходимо сделать для того, чтобы понимать, какие требования предъявляются на сегодняшний день К технологическому образованию Этот шаг также необходим в понимании того, какие цели и задачи на сегодняшний день Стоятся перед технологическим образованием Этот шаг также необходим в части понимания организации технологического образования Форм технологического образования и новых методов в освоении нашего с вами нового содержания по предметной области И как раз сегодня мы рассмотрим основные нормативные документы И я постараюсь как раз таки решить одну из наших с вами главных проблем Это отсутствие времени Я хорошо понимаю, что у нас с вами у всех не хватает времени для того, чтобы изучить огромную нормативную базу Проанализировать данную нормативную базу И именно это мы с вами сегодня постараемся сделать Шаг 2, 3 и 4 Эти шаги непосредственно связаны уже с разработкой рабочей программы И увидите, что у нас три шага Это уже основные моменты, основные части нашей с вами рабочей программы На сегодняшний день в рабочей программе необходимо лишь только прописать планируемые результаты Содержание и календарно-тематическое планирование И последний шаг, который необходимо сделать в части разработки рабочей программы Это провести экспертизу учебной рабочей программы Итак, шаг первый Необходимо изучить нормативную базу На сегодняшний день нормативная база в части технологического образования Является следующим образом Это федеральный закон образования Это концепция преподавания учебной технологии Это федеральный государственный образовательный стандарт Примерная программа Федеральная перечень учебников Санпин Перечень средств обучения и воспитания Необходимых для реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования Коллеги, я обращаю ваше внимание, что на данном слайде есть ссылка на облачное хранилище Это лично мое облачное хранилище Которое размещено на платформе издательства просвещения И на этом облачном хранилище вы можете скачать все данные нормативные документы А главное, они есть как в PDF-ном варианте То есть в неизменном виде, какие они были опубликованы Есть вордовский вариант данных же документов Но в вордовском файле я отметил те важные моменты Которые непосредственно относятся к нашему с вами предмету Это очень удобно, потому что, например, в концепции вы сразу увидите Те основные аспекты, которые влияют на развитие нашего с вами предмета Там также определены цели, задачи нашего предмета Это все очень удобно и вы можете посмотреть, скачать для себя эти файлы Скачать их на свой рабочий компьютер и иметь в доступе Что очень важно, в этом облачном хранилище есть вордовский файл Который называется навигация по нормативным документам В этом вордовском файле вы увидите весь список нормативных документов С ссылками на конкретные статьи, на конкретные пункты из статей Которые так или иначе регламентируют нашу с вами образовательную деятельность Это очень удобно, коллеги, пожалуйста, пользуйтесь И, конечно же, я буду видеть скачивание данных нормативных документов С данного облачного хранилища Итак, наш самый первый нормативный документ Это федеральный закон образования в Российской Федерации Обращаю ваше внимание на то, что в данный федеральный закон образования Были внесены изменения И, например, что очень важно Обращаю ваше внимание на статью номер 2 Статья номер 2 – это основные понятия И очень интересным моментом является то, что среди основных понятий Есть понятия как федеральный государственный социальный стандарт Что такое примерная программа, образовательная программа И появился новый термин – практическая подготовка Этот термин непосредственно относится также и к нашему предмету Так как именно на уроках технологии и реализуется данная практическая подготовка Реализуется данная практическая подготовка на базе непосредственно самой образовательной организации Или же в рамках сетевого взаимодействия данная практическая подготовка Реализуется на базе другой образовательной организации Это уже следующие моменты, которые также необходимо разбирать Статья 11 непосредственно относится к федеральным государственным стандартам Статья 12, на которую я тоже хочу обратить ваше внимание Это уже образовательные программы Я обращаю ваше внимание на то, что в данной статье четко прописано Что образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность Разрабатывают свою собственную образовательную программу В соответствии со стандартом и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ Это означает, что здесь у нас с вами выстраивается четкая иерархия Стандарт, программа, образовательная программа школы И в данную программу школы в содержательный раздел входят наши с вами рабочие программы по предметам В том числе по предмету технологии Пункт 9 четко определяет, что ПЛП разрабатывается на основе стандарта Пункт 10 определяет, что ПЛП включается по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ В 2020 году в редакции от 4 февраля 2020 года примерные программы обновились в части предметной области технологии Также я хочу ваше внимание обратить на статью 13 федерального закона Это общие требования к реализации образовательных программ Здесь появились дополнения Пункт 1 определяет, что образовательные программы реализуются организацией Как самостоятельно, так и посредством сетевой формы Пункт 2 на сегодняшний день является очень актуальным Здесь прописано, что при реализации образовательных программ Используются различные образовательные технологии В том числе дистанционные технологии Пункт 7 уже относится к практической подготовке Наш с вами новый термин может быть организован Как я уже говорил, непосредственно в организации Обязательную деятельность Или же посредством использования сетевой формы На базе другой образовательной организации Статья 15 как раз таки регламентирует сетевую форму Реализация образовательных программ Данный вопрос реализации модели сетевой формы Реализации образовательных программ Требует отдельного нашего с вами вебинара Отдельной встречи Сегодня мы разбирать этот вопрос не будем Но учитывайте, что данная 15 статья появилась Это новая вообще статья в данном федеральном законе Статья 16 регламентирует реализацию образовательных программ С применением электронного обучения Дистанционно-образовательных технологий Статья 18 это печатные электронные образовательные информационные ресурсы Обращаю ваше внимание на пункт 4 В нем четко прописано, что образовательные организации При реализации образовательных программ Могут выбрать учебники, входящие в федеральный перечень И учебные пособия лицензированных издательств Статья 13.35 это пользование учебниками, учебными пособиями, Средственными обучениями и воспитаниями Все ссылки также вы видите на данном слайде Вы можете по ним непосредственно пройти Подробнее ознакомиться со статьями федерального закона В документе «Навигация по нормативным документам» Я также выделил и другие статьи Я считаю, что всем учтям технологии и вообще всем учтям Всегда необходимо помнить о своих правах, обязанностях, ответственности и так далее Эти же самые статьи я также выделил в документе, который я уже озвучил Это «Навигация по нормативным документам», которые вы можете скачать на обычном хранилище И пройдя по ссылкам уже по самим документам, вы можете подробнее ознакомиться с данными статьями Из федерального закона образования в Российской Федерации Следующий на самом деле нормативный документ Это уже всем знакомая концепция преподавания учебного предмета технологии Еще раз напоминаю, что концепция всего-навсего представляет Система взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели и задачи А также задает ключевые направления развития предметной области технологии Концепция опубликована на сайте Министерства просвещения Российской Федерации В разделе «Банк документов» Ссылка на концепцию также представлена И, как я уже говорил, в моей папке на обычном хранилище Есть концепция в вордовском варианте И где выделены все основные ключевые моменты нашей с вами предметной концепции Я хочу ваше внимание обратить на два сопутствующих нормативного документа К нашей предметной концепции Это план мероприятий по реализации концепции Я прошу вас ознакомиться с данным планом мероприятий И также я обращаю ваше внимание на методические рекомендации По реализации предметной концепции И очень важно обратить внимание на то, что в методических рекомендациях Уделяется большое внимание на формирование модели именно конвергентного образования То есть единого, целостного образования, междисциплинарного Уделяется большое внимание на то, что предметная область технологии Должна развивать как мягкие, так и гибкие навыки Так и софт и хард компетенции Также уделяется большое внимание на развитие базовых компетенций Освоение инновационных и приоритетных технологий Включение в предметную область технологии Новых форм и методов обучения Таких как мозговой штурм, рефлексия, дизайн мышления, метод кейсов Кейсы должны войти в структуру, в модульную структуру В предметную область технологии, в части содержания И, конечно же, изменение структуры образовательных программ Это за счет того, что у нас с вами увеличено количество часов На предметную область технологии На сегодняшний день концепция технологического образования Предлагает следующую модель организации уроков технологии Модели выглядят две большие модели Это локальная модель и сетевая модель В локальной модели мы понимаем, что предметная область технологии Реализуется в рамках одной образовательной организации А сетевая модель, когда уроки технологии Реализуются на базе одной образовательной организации И еще другой образовательной организации То есть это некое сетевое партнерство на основе соглашения между руководителями организациями. Локальная модель может быть также двух видов. Она может быть универсальной и она может быть профильной. Универсальная локальная модель – это когда класс условно поделен на две группы, но при этом в содержательной части никакой разницы между группами нет. То есть все группы изучают все модули технологического образования в равной доле. Профильная локальная модель уже в содержательной части имеет небольшую разницу. Например, для одной группы вы можете увеличить количество часов на обработку текстильных материалов и обработку пищевых продуктов, а для другой группы вы можете увеличить количество часов на изучение технологий обработки конструкционных и текстильных материалов. Таким образом, у каждой группы проявляется свой профиль, свой акцент на те или иные технологии, и тем самым вы можете сформировать группы по интересам. Акценты и увеличить количество часов вы можете не только на данные направления, на данные темы, вы можете увеличить часы на модуль робототехника, на модуль 3D-моделирования и, соответственно, формировать у каждой группы свой некий образовательный профиль. Сетевая модель может быть совершенно разного вида. Это может быть ресурсный центр, партнерская сеть, это может быть электронная сетевая модель. И, как я говорил уже, сетевая модель нуждается в отдельном вебинаре, и все данные подвиды, условно назовем подвиды сетевой модели, мы можем подробнее рассмотреть. Далее необходимо обратить внимание на федеральный государственный стандарт. Данные стандарта мы с вами уже знаем только поперек, но я бы хотел уже именно в части нашей сегодняшней встречи, именно в части разработки рабочих программ, еще раз обратить внимание на пункт 18.2.2. Здесь четко прописано, что рабочие программы должны содержать планируемые результаты, содержание и тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Далее наш с вами федеральный государственный стандарт предъявляет требования к результатам предметной области технологии. Четко прописано, что должна обеспечить предметная область технологии, какие предметные результаты и что должны отражать предметные результаты в части предметной области технологии. На основе данных требований мы с вами и прописываем, и разрабатываем свою непосредственно рабочую программу. Далее давайте уже рассмотрим примерную программу. Именно в примерной программе были осуществлены такие серьезные изменения, и давайте с ними познакомимся. Прежде всего я хочу обратить ваше внимание на статью 2 еще раз из федерального закона образования, где четко прописано, что примерная программа определяет рекомендуемый объем, содержание и планируемые результаты. И статус примерной программы – это рекомендательный нормативный документ. Наша с вами примерная программа в части содержания потерпела изменения, и теперь, если раньше наша с вами примерная программа была именно блочная структура, такая была, были поделены 3 блока, то теперь она точно стала блочно-модульной. В примерной программе мы сегодняшний день прописали 6 основных модулей и 2 дополнительных модуля. Для удобства в понимании того, как те или иные модули реализованы в учебно-методическом комплекте Вадима Михайловича Казакевича, выпускаемом издательством просвещения, я вам соотнес модули из примерной программы с модулями из ОМК Вадима Михайловича Казакевича. Так, например, модули производства и технологий из примерной программы реализуются в двух модулях учебников Вадима Михайловича Казакевича. Это модуль отдельное производство и отдельно модуль технология. Модуль технологии обработки материалов и пищевых продуктов реализован в ОМК Вадима Михайловича Казакевича, также в двух модулях. Это технология по учению, обработке, преобразованию и использованию материалов и модуль технологии обработки пищевых продуктов. Модуль «Технологии по обработке материалов» содержит в себе темы как по обработке конструкционных материалов, так и по обработке текстильных материалов. Компьютерная графика и черчения представлена в модуле «Методы и средства творчества и проектной деятельности», а также в модуле «Технологии». 3D-моделирование, темы по 3D-моделированию представлены в учебниках в модуле «Техника» и «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов». Работотехника и автоматизированные системы представлены в учебниках 8 и 9 класса в модуле «Техника». Дополнительные модули, которые могут быть реализованы теми или иными регионами, исходя из тенденций научно-технического развития региона, и это модуль растеневодства и животноводства, они также представлены в учебниках Владимира Михайловича Казакевича, и они также отдельно выделены в модуль растеневодства и животноводства. Блочная структура, примерная программа предполагает изучение трех блоков. Это блок «Технология», «Культура» и «Профориентация». Условно, мы можем поделить данные блоки на три такие... Ну, вот «Технология» — это наша с вами теория. Здесь мы изучаем современные технологии, ключевые направления технологического развития. «Культура» — это наша с вами практика. Еще Ольга Юрьевна часто любила говорить именно о трудовом воспитании. И наш с вами третий блок — это блок «Профориентация», реализуется через профессиональные пробы. Я хочу ваше обрадь внимание все же обратить именно на второй блок, блок, который называется «Культура», именно на практическую составляющую нашего с вами предмета. В примерной программе четко прописано, что второй блок содержания позволяет добычащимся получить опыт перфиненцированного действия, то есть свой личный опыт разработки технологических решений, то есть свой личный опыт по разработке конкретного изделия, то есть получения конкретного продукта труда. Однако я хочу еще раз обратить ваше внимание, я уже еще в 2019 году при очных семинарах в одном из регионов мы очень активно обсуждали именно вопрос трансформации продукта труда. В классическом понимании у нас с вами всегда продукт труда — это некое изделие, которое мы получаем после обработки конкретных материалов. Однако нужно на сегодняшний день понимать, что на сегодняшний день продукт труда немного трансформировался. Он у нас с вами на сегодняшний день может быть информационный, то есть некий цифровой продукт. И вот у нас с вами во втором блоке прописано, что содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные. Это работа по инструкции, анализ ситуации, постановка целей и задач, планирование деятельности ресурсов, планирование осуществления текущего контроля деятельности, разработка документации, оценка результата продукта деятельности, а также коммуникативные универсальные учебные действия — это письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие. Все эти планируемые результаты могут быть выражены в продукте труда. И, конечно же, базовыми образовательными технологиями на сегодняшний день являются технологии проектной деятельности и достижения всех этих планировых результатов за счет именно проектной деятельности. В концепции также четко прописано, что именно проектная деятельность является ведущей формой деятельности на уроках технологии. Это мы с вами все хорошо понимаем, мы все с этим согласны, и самое главное, мы все это хорошо реализуем. Однако я еще раз, коллеги, напоминаю, обратите свое внимание на проектную деятельность и все же задумайтесь, что же является проектом, а что является практической работой. Далее я обращаю ваше внимание на примерный недельный учебный план, который состоит из обязательной части, части формируемой участников взаимодействий, и предметная область технологии входит в обязательную часть. И мы видим с вами серьезные изменения. У нас с вами на сегодняшний день подсвечен вариант 1 примерной программы, и технология подсвечена здесь. Вы видите, что в ПОП, в примерной программе, на предметную область технологии с 5 по 8 класс выделяется 2 часа и 1 час в 9 классе. Далее в ПОП я хочу обратить ваше внимание на пункт 3.1. Здесь прописано, что при проведении занятий по технологии осуществляется деление класса на 2 группы с учетом норм по пределе допустимой наполняемости групп. Это наш с вами ответ на вопрос по поводу деления. Еще один аргумент для деления учащихся на подгруппы мы с вами получим при рассмотрении. Следующий нормативный документ – это САНПИН. Итак, далее. На основе примерной программы и федерального государственного стандарта мы с вами разрабатываем рабочую программу учебного предметно-технологии. А авторы учебных комплектов разрабатывают собственные авторские программы. Далее необходимо обратить внимание на следующий нормативный документ – это федеральный перечень учебников. На сегодняшний день из федерального перечня учебников вы можете выбрать учебно-физический методический комплект Владимир Михайлович Козакевичен, выпускаемый издательством просвещения. Данный комплект включен в федеральный перечень приказа Министерства просвещения номер 348 еще в 2018 году. Вот наши с вами еще два аргумента из уже санитарно-технологических требований к условиям и организации обучения в общих жадных организациях. Пункт 10.1 четко прописано, что количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного учащегося. Пункт 5.10 определяет эти самые нормы. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6 квадратных метров на одно рабочее место. И вот эти два наших с вами аргумента для деления учащихся на подгруппы. Два аргумента из СанПИНа и один аргумент из примерной программы. Далее, еще последний нормативный документ – это перечень средств обучения. Обратите внимание, что это уже новый перечень средств обучения и воспитания. Данный перечень был опубликован 3 сентября 2019 года, номер 465. Исходя из этого нормативного документа, вы можете проанализировать именно материально-техническую базу учебного кабинета в предметной области технологии и посмотреть, какие на сегодняшний день предъявляются требования и что регламентируется в части закупки нового оборудования по предметной области технологии. Итак, уже непосредственно наша с вами рабочая программа. Мы с вами прошли первый шаг. Мы проанализировали огромную нормативную базу, посмотрели, какие требования предъявляются к предметной области технологии, какие требования предъявляются к планируемым результатам, к содержанию, к организационным формам реализации предметной области технологии. Это все необходимо уже учесть при разработке, при участии своей рабочей программы. Еще раз обращаю ваше внимание, что именно рабочая программа является нашим с вами основным инструментом для достижения планируемых результатов, которые у нас четко прописаны в стандарте и в примерной программе. Еще раз ваше внимание также определяю на то, что при разработке рабочей программы мы не только обязаны разработать эту рабочую программу, мы еще имеем некие права в части разработки рабочей программы. Мы имеем право на изменение или же дополнение в части содержания, мы имеем право на изменение последовательных изучения тем и на изменение количества часов при изучении тех или иных тем или же разделов. Также обращаю ваше внимание, что при разработке рабочей программы мы основываемся на трех нормативных документах. Стандарт, примерная программа и образовательные программы я очень часто слышу неправильную формулировку, что рабочая программа разработана на основе учебно-метрического комплекта. Нет. Мы можем использовать учебно-метрический комплект при разработке своей рабочей программы, можем взять авторскую рабочую программу и использовать ее в качестве своей рабочей программы, если же она полностью соответствует данным трех нормативных документам. Но мы всегда разрабатываем свою рабочую программу на основе данных нормативных документов. И вот, как я уже сказал, вы можете использовать рабочую программу в качестве своей собственной рабочей программы. Также обращаю ваше внимание, что в авторской рабочей Вадима Михайловича Казакевича прописано, что данная рабочая программа и учебно-метрический комплект полностью соответствуют разработке на основе примерно программ 15-го года и федерального стандарта 2010-го года. Программа реализуется из расчета 2 часа в 5-м, 7-м классе, 1 час в 8-м классе и в 9-м классе за счет вариативной части учебного плана и урочной деятельности. И здесь четко прописано, как раз таки, что мы имеем право поделить класс на группы и как сформировать эти группы, какие могут быть группы. И самое главное, мы осуществляем деление класса на группы, исходя из материально-технической базы и, конечно же, кадрового обеспечения предметной области технологии. Шаг 2. Нам необходимо прописать планируемые результаты в своей рабочей программе. В авторской программе Вадима Михайловича Казакевича планируемые результаты прописаны на конец 9-го класса. Шаг 3. Нам необходимо оформить содержание учебной программы. В авторской программе содержание также распределено по классам и на теоретический и практический блок. Шаг 4. Нам необходимо оформить календарно-тематическое планирование. Календарно-тематическое планирование также имеется в авторской рабочей программе. И я хочу ваше внимание обратить именно на то, что в тематическом планировании в авторской программе есть колонка «Тема, входящая в разделы примерной программы» и «Тематическое планирование». Вот, обратите, на первую и на третью колонку. В первой колонке прописаны все элементы содержания из примерной программы. В третьей колонке прописаны темы уроков. И таким образом мы постарались вам продемонстрировать, что все элементы содержания примерной программы изучаются с пятого по девятый класс. В них выстроена логическая последовательность, преемственность также выстроена. И таким образом, на конец девятого класса нами будет полностью освоено все содержание примерной программы. И также я ваше внимание обращаю на то, что мы можем с вами менять количество часов при изучении тех или иных разделов. Так, например, вы видите, что в группе А увеличено количество часов на изучение технологии обработки конструкционных материалов, а в группе Б увеличено количество часов на изучение темы по обработке текстильных материалов и, конечно же, увеличенные часы на технологии обработки пищевых продуктов. И таким образом у каждой группы есть свой профиль, есть свой акцент на те или иные разделы данного учебно-этического комплекта. Наш самый последний шаг, который нам необходимо сделать при разработке рабочей программы, это провести ее экспертизу. Мы рассматриваем данную программу на методическом мнении, согласовываем ее с заместителем директора по учебной работе и, конечно же, утверждаем ее у директора школы. И последнее, что мне хотелось бы, это, конечно, обратить ваше внимание на состав учебно-этического комплекта Владимира Михайловича Казакевича. В состав входят рабочие программы, методическое пособие, пособие по профориентации. И уже на сегодняшний день, в конце 2019 года, мы уже выпустили для учителей и учащихся пособие проекта КИСА. УСОВНО мы можем назвать данное пособие сборником практических работ. Здесь вы можете для себя взять те или иные практические работы и реализовать их на уроках. В 2020 году, в конце августа, мы выпустим пособие проекта КИСА для 6 класса. Я хочу ваше внимание обратить на то, что уже в пособие проекта КИСА мы включили задания, практические работы по новым модулям. Если же мы в учебник оперативно внести изменения, которые были рекомендованы примерно программой, мы не можем, так как наши учебники, Вадим Михайлович Казакевич, вошли в федеральную перечень еще в 2018 году, но мы имеем возможность оперативно включить практические работы в пособие проекта КИСА. И именно из него вы можете уже взять расширенные задания по робототехнике, по 3D-моделированию, по автоматизированной системе и, конечно же, компьютерной графике. Особенности линии УМК, я думаю, что вы можете все подробно ознакомиться как на сайте, так и на данном слайде. Также обращаю ваше внимание, что интегрировать КИСА из рекомендованных в точках роста вы можете также в модули. Я как раз таки вам активно видите на слайде, что в какие модули могут быть интегрированы КИСА. И еще раз ваше внимание обращаю на пособие проекта КИСА, что здесь именно представлены практические исследовательские проектные задания, дополняющие разделы учебника. И, конечно же, появились новые задания по новым модулям. И, конечно же, пособие для профориентации с 8 по 9 класс. Они могут именно помочь вашим учащимся определиться со своими интересами, способностями и с профилем обучения в 10-11 классах. И со сферой деятельности, если же ребенок решил уйти в среднее профессиональное образование. Вы можете воспользоваться и получить дополнительную информацию на сайте www.technologypros.ru Вы можете воспользоваться электронной формой учебников. И вы можете использовать на своих уроках интерактивные уроки из платформы «Российская электронная школа». Именно на данной платформе разработаны сценарии уроков по технологии в соответствии с учебно-этическим комплектом Владимира Михайловича Казакевича. Благодарю за внимание. Хочу поздравить вас с началом учебного года. Пожелать вам творческих успехов. Пожелать вам терпения. И, конечно же, активности, инициативности. И, конечно же, здоровья. Еще раз поздравляю вас с началом учебного года. Все мои контактные данные вы увидите на слайде. Если же возникают вопросы, обращайтесь. Всегда буду рад ответить. Спасибо за внимание.